Всем привет, друзья! Сегодня полезные советы и интересные приспособления. Поехали! В руках у меня обычный канцелярский нож. Вроде ничем не удивить. Стандартная функция в мастерской это заточка карандашей. Ну или резко каких-либо материалов. Например, картона, пленки, пластика. И если лезвие тупится, то можно край обломать пассатижами. Ну или, как многие знают, что можно с задней части ножа снять пластиковую заглушку. И если есть отверстие, то с помощью этой заглушки можно обломить край лезвия. Но есть еще один секрет. Может кто-то и знает. Работая таким ножом, я часто беру с собой пару лезвий. И не знаю, куда их положить. Так вот, друзья, за 10 лет работы я впервые узнал, что снимая заднюю заглушку, внутри ножа есть дополнительный карман, в который и можно складывать запасные лезвия. Напишите в комментах, только честно, кто тоже об этом не знал. Посмотрим, сколько нас таких. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если вы занимаетесь малярными работами и достали валик, то не спешите приступать к работе. Возьмите обычный или малярный скотч и для начала обмотайте валик. Плотно прижмите и снимите ленту. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На ленте останется разные хлопья и волоски, которые при работе могли оказаться на вашей стене или окрашиваемой детали, которые потом пришлось бы собирать. А так, после такой процедуры, валик готов к работе. И сэкономите свои нервы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У меня как-то сломалась разметочная линейка. Длинный кусок я засверлил пару отверстий. Взял пару саморезов и гаек и прикрутил к стене. Таким образом, получился отличный зацеп для рулеток. Удобно хранить и рулетки всегда на виду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С одного края загнул небольшой крючок. Выступ тут прям пару миллиметров. И вы не поверите, но в руках у меня сейчас приспособа, которая стоит в магазине больше тысячи рублей. С таким крючком легко и быстро ремонтировать сайдинг. Если у нас есть разбитая полоса, то с помощью такого крючка мы залезаем под верхнюю панель и расцепляем замок сайдинга. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Далее откручиваем саморезы, вынимаем поврежденную часть, защелкиваем новую и прикручиваем. На все, про все ушло пару минут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но такой способ подойдет не под каждый сайдинг. У меня установлен сайдинг европейского качества производителя Альтопрофиль. И его особенность – это пластичность. То есть его можно гнуть, изгибать и не бояться, что он сломается или треснет. Поэтому тут отличная ремонтна пригодность. И если кто-то будет отделывать фасад, то рекомендую присмотреться к этому материалу от производителя Альтопрофиль. Сам сайдинг не горюч. Имеется много цветовых решений и разновидностей панелей под кирпич, под камень, под дерево и каждому по карману. И для ознакомления оставлю ссылку в описании. Пользуйтесь хорошим продуктом от качественного производителя. Если завалялось много пластиковых баклажек, то не спешите выбрасывать. Такие бутылки – прям спасение для мастерской. Из них можно сделать подвесной контейнер или ставить на полку. Также, если разрезать вдоль бутылку, то получится быстрый контейнер для расходных материалов. А у меня тут, кстати, прям удачный размер ящика, в который влезает лежа аж 6 баклажек. И можно разложить крепеж расходники по своим местам. Также насобирал я тут аж 16 5-литровых баклажек. Расфасовал по ящику и гляжу – отличные органайзеры, можно замутить. Для фасовки разного рода вида крепежа. Отрезаем верхние части бутылок, чтобы ящик спокойно закрывался. Продолжение следует... Устанавливаем ящик в стол. Для вас это 5 секунд, а для меня целый часок работы. И я даже сам не знал, что у меня в закромах и по разным углам есть столько расходки. Петли, щеколды и даже пару замков нашел. В общем, таким способом можно разобрать любой завал. И все будет на виду по своим местам и категориям. И самое главное – практически бесплатно. Я тут делаю отделку в доме. И остались у меня остатки подоконника. Как оказалось, это тоже отличный органайзер для мастерской. Выставляю на пильном станке размер в 5 сантимов. И делаю одинаковые 4 заготовки. Далее взял кусочек фанеры. Сверху накинул собранные отрезки подоконника. Обвел карандашом и отрезал кусок фанеры. Для быстрого сбора всех деталей решил быстро все склеить на суперклей. Сначала все 4 отрезка подоконника в единую деталь. А затем этот кусок приклеиваю к куску фанеры. Чтобы клеевой шов был надежнее, применим хитрость содой. Лью немного клея и посыпаю содой. Таким образом будет надежно все зафиксировано. Сода тут выступает как наполнитель и армирует клеевой слой. Далее. Тут два варианта. Можно закрепить уголок снизу на пару саморезов. И всю конструкцию закрепить к стене. Таким образом мы получаем быстрый и простой ячеистый органайзер. В котором можно хранить под рукой разные сверла по дереву, металлу, бетону, карандаши, биты, маркеры, напильники, шестигранники. В общем любую оснастку. Если на стену вешать некуда, то уголок тут конечно лишний. Его можно открутить. И такой пенальчик можно просто поставить на полку. Или рядом со сверлильным станком. И оснастка всегда будет под рукой. А так как ячеек тут очень много, можно брать сверла с запасом и разложить все по своим номерам. Напишите в комментах друзья, какие идеи вам понравились больше всего, а какие нет. Поставьте лайк, вам не сложно, а мне приятно. И подписывайтесь на канал. И обязательно жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Всем спасибо, всем добра, удачи, позитива. Всем пока-пока.